Новости в эфире. С вами Алмаз Ашим. Добрый день. Жесткий карантин в Казахстане могут ввести, если заполняемость коечного фонда превысит 70%. Об этом во время брифинга в СЦК заявил министр здравоохранения Алексей Цой. Сегодня, по его словам, этот показатель составляет всего 15%. Высказался глава ведомства и о готовности государства ко второй волне коронавируса. Министр отметил, сейчас в регионах республики строятся современные модульные инфекционные больницы. Сформированы более 3,5 тысяч мобильных бригад скорой помощи. Ожидаются поставки почти 6 тысяч аппаратов ИВЛ. Также в Минздраве намерены закупить 5,5 миллиона доз вакцины от коронавируса. Прорабатываем с различными странами, производителями данных вакцин, возможный закуп и поставку на территорию Казахстана. Вместе с тем мы также рассматриваем вопрос производства и в дальнейшем регистрации на рынке казахстанской вакцины, которая также показывает сейчас хорошие результаты на этапе доклинических исследований. Дистанционное обучение в Казахстане продлится всю первую четверть. Об этом на брифинге в СССР сообщил министр здравоохранения Алексей Цой. Отметил, что для предотвращения второй волны коронавируса в Казахстане сохранили часть ограничительных мер, среди которых дистанционное обучение. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились почти 2,5 тысячи казахстанских детей. 34 ребенка еще продолжают получать лечение. Между тем в Минобразовании науки выработали предложение по второму этапу возобновления работы школ в штатном режиме. Об этом сообщил заместитель премьер-министра страны Ера Латукжанов. По его словам, сейчас эта инициатива рассматривается на уровне правительства. Окончательное решение будет принято на основе эпидемиологической обстановки в стране. Напомню, из-за ситуации с коронавирусом казахстанские школьники с 1 сентября учатся дистанционно. Однако многие родители жалуются на плохую организацию онлайн-образования. Даже если дети переносят коронавирус в легкой форме, безусловно, взрослые находятся в зоне риска. Они в последующем могут распространить вирус и на окружающих, и породить новую спешку инфекции. Этот опыт в целом нам известен. В этой связи было принято решение первой четверти ученого года основную часть учащихся перевести на дистанционный формат обучения. По данному варианту последовали сегодня более 100 стран. В Минобразовании науки признали, дистанционное обучение заметно уступает привычному формату обучения. Однако, по словам главы ведомства Асхата Аймагамбетова, другого выхода на сегодня нет. Возникшие проблемы в образовательном процессе намерены решать, я цитирую министра, за счет диагностики. В ходе ее планируют находить те моменты, которые могли упустить школьники. Также Асхата Аймагамбетов поспешил развеять слухи о выделении 70 миллионов долларов на дистанционное обучение. В прошлом учебном году, по его словам, эта работа была проведена совершенно бесплатно. В целом, когда мы говорим о реализации дистанционного обучения в четвертой четверти текущего года, в четвертой четверти из бюджета именно на дистанционное обучение средства не выделялись. Потому что, когда наши интернет-платформы четвертой четверти открыли доступ ко всем своим ресурсам, это было сделано абсолютно бесплатно, потому что это был режим чрезвычайного положения. Мы обратились, и все наши коллеги живо откликнулись на это обращение. До конца этого года в школы Казахстана доставят более 600 тысяч новых компьютеров и ноутбуков. Технику изготовят на отечественных предприятиях. К 2024 году ее производство вырастет в пять раз. Об этом стало известно на совещании по развитию электронной промышленности под председательством премьер-министра Аскара Мамина. Электронную продукцию в Казахстане производят на 64 предприятиях, где работают более полутора тысяч человек. В числе товаров, которые они выпускают, печатные платы, телекоммуникационное оборудование, электронные приборы учета воды, тепла, электричества, компьютеры, цифровые видеокамеры и радиостанции. В прошлом году объем производства составил 44,5 миллиарда тенге. При этом доля местного содержания с учетом общего импорта составляет лишь 4%. В ближайшие три года выпуск электронной продукции намерены увеличить в 8,5 раз почти до 383 миллиардов тенге. За счет этого создадут свыше 60 тысяч новых рабочих мест. Касым Жмар-Токаев с рабочим визитом посетил Кустанайскую область. Конкурентоспособную экономику невозможно создать без развитого сельского хозяйства. Доступ к земле, отсутствие длинных денег, дефицит кадров. По мнению президента, у отечественных фермеров еще много нерешенных проблем. И примечательно, что спустя 10 дней после послания народу Казахстана график рабочих визитов главы государства начался с крупного аграрного края страны. Тему продолжит Айгуль Амантаева. Погода в северном крае для осени сегодня просто отличная. Светит солнце, плюс 20, небо ясное. В общем, можно с уверенностью сказать, что поездка президента в плане погоды сложилась очень отлично. Это второй визит Касым Жмар-Токаева в Кустанайский регион на посту президента. И план поездки в этом году не менее насыщенный. Президент уже объехал поля, встретился с местными хлеборобами. Сейчас у них разгар хлопот по сбору урожая. Впрочем, страда уже на финальной стадии. На сегодня обмолочено 80% урожая зерновых. Несмотря на пандемию, не столь обильные осадки, объем хлеба в сравнении с прошлым годом вырос на 20%. На полях и днем, и ночью работает 10 тысяч комбайнов. Хорошие показатели и у семеноводческих хозяйств региона. Мы производим элитные семена. То есть наша пшеница не идет на экспорт. Наши покупатели – это крестьянские хозяйства, сельхоз, товаропроизводители региона. В этом году у нас проблема единственная – это природа, как говорится. А так государство помогает. Субсидии получаем хорошие, в принципе, на гербициды, на удобрения. Также глава государства посетил одно из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий страны ТО «Милх». Ассортимент производства весьма разнообразный – до 100 наименований. Тут разливают молоко, делают масло, сметану, сыры, мороженое и другую молочную продукцию. Суточная мощность, по словам руководителя предприятия, больше 200 тысяч тонн продукции. Кстати, пандемия сыграла на руку молочникам. Предприятию удалось почти полностью закрыть внутренний спрос. По внутреннему рынку все примерно так же, потому что, слава богу, для нас молоко – это важный продукт, который так и так люди покупают. И он необходим, мы это понимаем. Из-за этого мы старались ставить в магазины те же поставки, ставить на таком же уровне. На плане экспорта, конечно, стало немножко труднее работать за границей. И немножко наш экспорт стал падать, и мы больше сосредоточились на внутреннем рынке, чтобы поддержать нашу республику. К слову, обрабатывающая промышленность области на передовой стороне. Здесь работают больше 250 предприятий. Не только по обработке зерна. В Костанайске аграрии активно выращивают масличные культуры. Подсолнечник, лен, рапс. Успехи делают и местные животноводы. Кстати, эта отрасль здесь развивается активно за счет кооперации. Это когда скот выращивает одна семья. Начальный бизнес-капитал – 100 голов на одну супружескую пару. В планах охватить до 5000 семей. И в этот перспективный сельхозпроект уже вложили 30 миллиардов тенге. Айгуля Монтаева, Замат Саметов, Дулат Янтибеков. При поддержке телерадиокомплекса президента Хабар-24. Сразу после Костанайского региона президент прибыл в североказахстанский. Область также является одной из главных житниц страны. Узнавать об успехах и проблемах тружеников села глава государства привык из первых уст. И поэтому первым делом Касымж Мартукаев встретился с хлеборобами. Этот агросезон для земледельцев выдался сложный. Дождей практически не было. Стояла жара. Пришлось приложить немало усилий, чтобы сохранить каждый колосок. Всего в этом году сельхозкультурами в регионе засеяли свыше 4 миллионов гектаров. 75% урожая уже в закромах. В среднем с гектара получают по 14,5 центнера. Президент также поговорил с семьями, которые в прошлом году переехали на север страны с юга. Сменить место жительства решились более 2000 человек. Людей обеспечили жильем, работой, дали грант на развитие собственного дела. Подробный репортаж о визите Касымж Мартукаева в северный Казахстан смотрите в наших вечерних выпусках новостей. Часть земель Кокжайляу, выделенных под строительство курорта, вернут государству. Сенат в первом чтении одобрил соответствующий законопроект, благодаря которому государство вернет себе часть земель не только в Кокжайляу, но и в Боровом. Возврату подлежат участки, выделенные для строительства туристической инфраструктуры, но используемые не по назначению. Основная цель документа – упрощение процедуры возврата в состав особо охраняемых природных территорий, обустройства и функционирования объектов государственной границы Казахстана, нужд обороны. Изменения и дополнения вносятся в земельный кодекс и закон об особо охраняемых природных территориях. Отработанные урановые месторождения Северного Казахстана уже много лет остаются открытыми, а сами объекты – бесхозными. По словам властей, здания месторождений разрушили и разобрали на строй материалы местные жители. Никаких ограничений, знаков, препятствующих проникновению на территорию с высокой радиоактивностью, нет. Правительство поручило местному руководству до конца декабря оградить объект и установить специальные знаки. В областном Акимате разработали план необходимых работ, но пока средств не выделено и сколько нужно – не подсчитано. Территория достаточно большая. Месторождение охватывает около 60 гектаров. Здесь стоят десятки изданий. Их ликвидация и ограждение от проникновения требует больших средств. По данным Акимата, эти деньги будут выделены из местного бюджета. Казахстанские призывники будут дважды сдавать тест на коронавирус. Сначала их проверят на сборных пунктах, затем по прибытии в воинскую часть. Тестирование организуют представители Министерства здравоохранения и сотрудники местных исполнительных органов. Отмечу, по заявлению профильного ведомства, молодых людей и представители медицинских комиссий обеспечат масками и антисептиками. В Минобороны отметили, что до конца года планируют призвать более 17 тысяч граждан по Казахстану. Отдельно прописаны действия при выявлении у прибывающих призывников симптомов, характерных для простудных заболеваний. Сами медосмотры будут проводиться с соблюдением дистанции не менее двух метров. Нашим сотрудникам предписано контролировать соблюдение данного требования и не допускать образования очередей у врачей. Далее о ситуации в мире. В попытке сдержать новую волну ковид правительство Великобритании вводит новые ограничения. Так, со следующего понедельника жителям нельзя будет собираться группами более шести человек. В Королевстве в последнее время ежедневно выявляют более двух с половиной тысяч новых случаев заражения. Рост числа заболевших специалистов связывает с молодежью, поскольку именно молодые люди не придерживаются правил безопасности. Есть опасения, что открытие школ, а затем университетов еще больше усугубит ситуацию. В первую очередь, чтобы снизить вероятность распространения вируса, мы должны вести себя соответствующим образом. В настоящий момент главное удостовериться в структурных изменениях в поведении людей, укрепить систему здравоохранения, в частности в том, что касается тестирования населения, поиска контактировавших с больными лиц и их изоляции. В Грузии вновь ввели ряд запретов и ограничений. Резкая вспышка коронавируса в Приморском регионе Аджария создала опасность для населения в целом. Это было прогнозируемо, поскольку там отдыхали туристы из столицы и из других регионов страны, а в начале сентября повысилась их мобильность. К началу учебного года отдыхающие стали возвращаться домой. Мы были к этому готовы и пока все под контролем, так говорят медики. Но если ситуация не улучшится, страна выйдет из так называемой «зеленой зоны». За последние два дня побит рекорд по количеству инфицированных за сутки 45 человек. Ранее эта цифра не превышала 38. Из-за ухудшения эпид-ситуации правительство запретило массовые мероприятия, перенесло открытие культурных учреждений и детских центров. С завтрашнего дня массовые мероприятия будут запрещены. Мы вернемся к существовавшим ранее ограничениям. Имеется в виду запрет на проведение свадеб, поминок и юбилеев. Эти ограничения уже действуют в закрытых помещениях, но с завтрашнего дня оно будет распространено и на открытые пространства. За несоблюдение правил предусмотрены соответствующие санкции. Общество должно проявить высокую гражданскую ответственность. В Турции вернули всеобщий масочный режим. Соответствующий приказ опубликован на сайте МВД страны. Гражданам предписано носить маски без исключения во всех общественных местах, включая проспекты, улицы, парки, общественный транспорт. Снять маску можно только на территории жилого дома. Под запретом также проведение музыкальных выступлений в общепитах и отелях после полуночи. Ранее глава Турецкого Минздрава заявлял, что эпидемия коронавируса достигла в стране своего пика. Ежедневно там фиксируют более полутора тысяч новых случаев ковид. Общее число заражений превысило 284 тысячи. США продлили эмбарго в отношении Кубы еще на год. Как заявил президент Дональд Трамп, рестрикции будут действовать до 14 сентября 2021. По словам главы Белого дома, это решение отвечает национальным интересам штатов. Кроме того, Трамп продлил свои полномочия, которые позволяют ему соблюдать эмбарго в отношении Кубы и давать разрешения на отдельные сделки. Напомню, дипотношения с Островом Свободы США разорвали еще в 1961 году. Тогда же они ввели торгово-экономические санкции. Будучи президентом, Барак Обама в 2014 году объявил о смягчении ограничений и начале нормализации отношений с Кубой. Трамп после прихода к власти назвал эту политику ошибочной и ужесточил правила поездок американцев на Остров Свободы. Сейчас небольшая реклама. Продолжим выпуск. Жители Восточно-Казахстанской области недовольны темпом реконструкции участка дороги Халбатау-Майхапшагай. Трасса республиканского значения, реконструкция которой началась три года назад, готова всего лишь на 15%. Всего ремонтом должен быть охвачен участок в 415 километров. Местным жителям и водителям рейсовых грузовых машин приходится ездить в объезд по бездорожью. Ранее премьер-министр поручил подрядчикам ускорить темпы строительства и открыть движение на участке до конца года. Но местные жители сомневаются, что ремонт будет завершен в срок. Между тем, на реализацию проекта было выделено 157 миллиардов тенге. Начиная с Халбатау и до Зайсана дорога вся разбитая, перекопанная. Если в прошлом году работы хоть как-то велись, то в этом году мы не видим здесь ни одной техники. Куда все уехали, народу ничего не объясняют. В день здесь проезжают тысячи автомобилей. В дождь просто невозможно ездить. А сколько было аварий. Мы все устали от того. Планируем написать жалобу в Генеральную прокуратуру и президенту. Все лето ничего не делали. Как они хотят закончить? Миллиарды денег выделяются, а ничего не делается. Не похоже, что ремонт дороги завершается. Непонятно, по какой причине остановили работы. Если не завершат до первого снега, это значит все. Машины встанут. А как быть жителям сел? Ведь нужно возить продукты, медикаменты. Все перекопали. В объезд ездить просто невозможно. В Алматинской области по подозрению в хищении бюджетных денег в крупном размере задержаны сотрудники отдела автомобильных дорог и пассажирского транспорта города Капшагая. По словам следователей антикоррупционной службы, подозреваемые подписали акт выполненных работ и перечислили деньги за фактически невыполненные дорожные работы. Подрядчики должны были провести текущий ремонт дорожного покрытия улиц в Заречном сельском округе в рамках дорожной карты занятости. Сумма причиненного государства ущерба – 14 миллионов тенге. В целом, с начала года в области зарегистрированы 122 коррупционных преступления. К ответственности привлечены 98 человек. Общий ущерб превысил 3,5 миллиарда тенге. В связи с тем, что они вину полностью признали, в отношении них меры причинения содержания под стражей не применялись. В настоящее время до судебного расследования продолжается. Подать заявку на кредит для развития животноводства фермеры теперь могут онлайн. Пилотный проект пока запущен только в Акмолинской, Алматинской областях. Новшество особенно рады жители отдаленных сел. Им не придется собирать большой пакет документов и преодолевать километры, чтобы написать заявление. Уникальную возможность им предоставил Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. Анапиай Мухан до этого дважды получал кредит для приобретения мелкого рогатого скота в рамках государственной программы «Инбек». Сейчас у него около 200 голов овец. Следующая цель – купить землю и построить большой сарай. За помощью он снова обратился в Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. Теперь подать заявку на кредитование можно, не выходя из дома. Для этого нужны электронная цифровая подпись, удостоверение личности и документ залогового имущества. До этого мы собирали 13 документов, как минимум уходил месяц. Потом ездили в город, чтобы написать заявление. Впрочем, подать онлайн-заявку можно и в филиале фонда. Для этого предусмотрена зона самообслуживания. Не первый раз обращаюсь за кредитованием. Условия займа весьма выгодные. Здесь специалисты могут проконсультировать. Они помогли открыть личный кабинет, чтобы отправить заявку. И уже успел получить одобрение. Одобрение будет за 10-15 минут. Окончательное уже решение можно получить. Также сокращены сроки. Если ранее рассматривались за 15 дней, то сейчас в течение пяти рабочих дней можно уже получить решение. Тем самым значительно упрощен процесс рассмотрения заявок. И клиент приходит только на подписание документов договора по кредитованию. Отметим, на сегодняшний день 65 человек уже получили онлайн-одобрение на кредитование. Асем Кощегулова, Сержант Жмабаев, Хабар, 24. Наш эфир продолжит прямая трансляция брифинга службы центральных коммуникаций.